Девушки отдыхают Выговорил слово, он сказал ему Я знаю все, жена твоя скончалась на пути Она приходила ко мне, чтобы поручить мне свою малютку Вот день и час В 1830 году офицер английской армии возвращался из Индии в Англию После двухдневного плавания он подходит однажды к капитану и говорит ему Видно у вас на корабле есть незнакомец, которого вы прячете Вы шутите? Нисколько, я его отлично видел, но только он более не показывается Что хотите вы сказать? Объяснитесь Извольте Я ложился спать, когда увидел незнакомого человека, входящего в гостиную Он обошел ее, затем заглянул в каждую каюту и каждый раз отрицательно мотал головой Подойдя к моей, раздвинул занавеску, взглянул на меня и, не находя во мне того, кого искал, он тихонько удалился и исчез Удивительно Можете выдать его приметы? Офицер описал их до малейшей подробности Помилуй, Боже, воскликнул капитан Если б только слова ваши не были чистым взором, то это был бы никто иной, как мой отец Когда капитан прибыл в Англию, он узнал, что отец его скончался позже того дня, когда появлялся этот призрак Но что в этот самый день и час, будучи уже болен, находясь в бреду, он сказал Я сейчас был на море, был на корабле моего сына, обошел все каюты, заглянув каждую и не нашел его В этом рассказе нас поражает мгновенность передвижения флеидического человека Прижизненный призрак движется с такой же быстротой, как и посмертный Другое обстоятельство достойно внимания Появление призрака совершилось в то время, когда больной был в бреду Быть может, это был не бред, а обморок Состояние обморока, по-видимому, самое благоприятное для появления прижизненного призрака Иногда это раздвоение происходит и во сне Таков следующий пример Роберт Брюс, подшкипер корабля, направлявшегося к новой земле, занимался однажды вычислениями Когда за конторкой капитана увидел какую-то незнакомую личность, что-то писавшую на аспидной доске «Кто такой за вашей конторкой?» – спрашивает он капитана Никого нет Кто-то есть, посмотрите Они сходят, но никого не находят Смотрят на доску, на ней написано «Держите к северо-западу» Все пассажиры приглашаются написать ту же фразу, ни один почерк не подходит Капитан делает попытку держаться по указанному направлению Три часа спустя встречается корабль, затертый льдом, шедший из Квебека в Ливерпуль Все его пассажиры перевозятся на шлюпках на корабль В то время как один из них поднимается вдоль борта Брюс к великому изымлению своему узнает в нем незнакомца, которого он видел за грифельной доскою Его просят написать ту же фразу, почерк оказался тот же Из расспроса выяснилось, что в этот день утром он крепко уснул и проснувшись говорил «Мы будем спасены, я видел во сне корабль, идущий к нам на помощь» И при этом описал этот корабль так верно, что бедствующий экипаж тотчас узнал его, как только он показался В этом случае являвшийся пассажир не помнит всего, что с ним происходило Не помнит, что бы он писал, что на аспидной доске Это неудивительно Явление раздвоения представляет многочисленные оттенки, начиная от сна и до появления полного живого человеческого образа Эти разности, очевидно, зависят от степени нравственной энергии индивидуума Напряжение его ума к известной цели Его физического сложения, возраста и, вероятно, других причин, которых мы не знаем В связи с этим находятся и воспоминания того, что происходило во время раздвоения Бесчисленные факты, засвидетельствованные с далекой древности до нашего времени Доказывают существование в человеке другой личности, внутренней Анализ ее различных проявлений дозволяет нам проникнуть в ее природу Снаружи это точный образ лица, которого он является дополнением Внутренне она производит подобие всех органов, образующих человеческое тело Крайняя тонкость ее составных шестиц позволяет ей проникать сквозь двери и стены Отсюда и название призрака, которым она обыкновенно обозначается Тем не менее, так как она связана со своим телом, какой-то невидимой сосудистой сетью Она может по воле своей привлечь к себе как бы некоторым всасыванием Большую часть живых сил, оживляющих это тело Тогда по какому-то странному извращению жизнь как бы покидает тело Окоченевающее подобно трупу И все переносится на призрак, который уплотняется иногда настолько, что пускается в борьбу с теми лицами, которым он является При жизни он показывается только в исключительных случаях Но как только смерть разрывает узы, которые привязывают его к нашему организму Он окончательно отделяется от него и образует призрак посмертный Этот призрак не имеет, конечно, ничего общего с телом человека, имеющим быть по воскресении мертвых Которое будет совершенно иным, будет столь тонким и маломатериальным Что святой апостол Павел называет его даже духовным телом Хотя без сомнения прекрасно доказывает возможность его существования Оно будет вечно существовать вместе с бессмертной душой Или в вечном свете и блаженстве, или адском мраке И его невыразимых муках Между тем флееридический посмертный призрак Есть, так сказать, простая, хотя утонченная материя нашего тела Находящаяся под влиянием духовного начала, души человеческой Сами спириты, допускающие существование флееридических призраков Утверждают, что они под влиянием разных физических условий Как-то света, теплоты, электричества и других сил Постепенно разрушаются и уничтожаются Не таково прославленное тело по учению христианском Оно вечно будет существовать с душою Объективация двойников Все приведенные в настоящей главе слухи устанавливают Бесспорность самого факта появления двойников Перципиент действительно видит и воспринимает настоящий призрак Но тогда возникает вопрос, насколько эти двойники объективны Ведь остается еще доказать, что перципиент Перципиент видит реальный факт, фантом Объективно проектированный в пространстве вне его И что видение это не есть не оптический обман зрения его глаза иллюзия Не та же продукт психической работы его мозга Хотя бы даже под влиянием телепатического воздействия агента Наука в настоящее время уже выработала методы Помогающие в каждом данном конкретном случае узнать С каким из поименованных родов явлений То есть иллюзии или галлюцинации Мы в испытанном случае имеем дело Мы можем даже посредством анализа доказать Имеется ли вообще перед нами фактическое явление Или злонамеренная и даже невольная мистификация симулянта К сожалению, все эти, так сказать, лабораторные способы исследования По понятным причинам неприложимы к этим мимолетным и совершенно случайным феноменам Ясно, что для доказательства объективности наблюдаемых двойников Нужно прибегнуть не к экспериментальным данным А к косвенным, так сказать, логическим умозаключениям По нашему мнению, лучшим логическим доказательством Фактической объективности фантомов, естественных двойников Могут служить взаимные и коллективные наблюдения таких фантомов Взаимными двойниками можно назвать такие видения фантомов Когда не только воспринимающий видит агента Но когда одновременно с этим и сам агент видит ясно свое перципиента И даже видит, какое впечатление его двойник производит на последнего Я живу в Небраске, в Соединенных Штатах Занимаюсь скотоводством и прочее Я взял предложение одной девицы, которая живет в Янгтоне, в Дакоте За 25 миль к северу В конце октября 1884 года я ловил лошадь И она ударила меня копытом по лицу Еще на один палец или на два выше И мой череп был бы разбит Я все-таки потерял два зуба и получил жестокий удар в грудь Кругом было немало людей Я не оровел и сначала даже не почувствовал боли Нужно было беречься, как бы она не легнула другой раз С минуты никто не говорил ни слова Я прислонился к стене конюшни и тут увидел рядом со мной по левую руку Ту молодую девицу, о которой я говорил Ее лицо было бледно Я не заметил, как она была одета Но обратил внимание на ее глаза В них виднелся испуг и беспокойство Я видел не только лицо, но всю ее, как живую В эту минуту мой управляющий спросил, не ранен ли я Отвечая ему, я повернул голову И когда посмотрел снова, ее уже не было Лошадь не очень сильно ушибла меня Мой ум был совершенно ясен Точно после того я прямо отправился в свою контору Чертил планы и делал вычисления для нового дома Труд требующий ясного и сосредоточенного ума Мысль о видении так тревожила меня, что на следующее утро я поехал в Янгтон Моя невестка при встрече со мной с первых же слов сказала А ведь я вас ждала вчера весь день Мне казалось, что я видела вас Ваше лицо было бледно и все в крови Я должен упомянуть, что мой ушиб не оставил заметных следов Крайне пораженный я спросил ее, когда это было Она ответила, тотчас после завтрака Случай произошел как раз после завтрака Второй случай еще интереснее Так как здесь можно видеть, как мысль одного бред больного И желание его быть помещенным на лужайке под деревом отца Исполнение которого он ясно предчувствовал Была фактически воспринята его сестрою Увидевшей его двойник на этой лужайке Таким образом, его двойник объективно находился на этом месте Мой младший брат был в Австралии И в течение четырех или пяти месяцев семья не получала от него писем Почему мать заключила, что он умер Однажды утром около одиннадцати часов Я с ней и с сестрой сидел в столовой за немецкими упражнениями Я подняла глаза, громко произнося немецкое слово И вдруг в окно увидала моего брата, стоящего на лужайке И, по-видимому, смотрящего на нас Я вскочила, говоря матери Не пугайтесь, маменька Вот возвратился том, совсем здоровым Где, спросила мать и сестра Мы его не видим Он там, сказала я Я его видела Он пошел по главному подъезду И мы все туда побежали Отец мой, сидевший в своей библиотеке Услыхав, переполох Отворил свою дверь, чтобы узнать причину Я к этому времени успела отомкнуть дверь И, не увидев брата, подумала Что он, вероятно, шутит И спрятался в кустах Иди, Том, иди Воспекнула я Повно дурачиться-то Это может убить бедную мать Никто не отвечал И тогда мать моя воспекнула О, ты не действительно его видела Он умер Я знаю, что он умер Эти слова меня озадачили Я не могла понять, что он умер Он казался пышущим здоровьем Я, правду сказать, все еще думала Что он в саду Однако его там не было Но он и не умер Через год он вернулся домой Рассказав про разные неприятности Он упомянул, что был очень болен И что в бреду Просил своих товарищей Положить его под большое кедровое дерево На лужайке отца Затем, обратившись к отцу Он продолжал Поверишь ли, отец дорогой Что мне казалось Как будто я вижу Старое любимое место Точно так Ясно, как и теперь Когда это было? Спросил отец Он назвал число И мать, которая записала День моего видения Сказала Как? Ведь это тот самый день Когда твоя сестра уверяла Что видела тебя на лужайке Да, подтвердил отец А мать тебя похоронила И тут все от души смеялись надо мной Этот брат не был особенным моим любимцем Мне было тогда 25 лет Я помню, что Видела брата одетым так Как он приезжал к нам из Лондона На нем была высокая шляпа И полная пара черного платья Он ничего этого не брал с собой в Австралии Я очень похожа на брата И относительно здоровья Мы были подвержены одинаковым страданиям Коллективными видениями двойников Должны признать те случаи Когда один и тот же фантом В один и тот же момент Видит несколько лиц Находящихся в одном Или в разных даже отдаленных местах Последний случай даже доказательнее Так как он устранен Устраняет возможность возражения Будто коллективность видения Была только заразительной галлюцинацией Или внушенной идеей Со стороны одного настоящего Перципиента На остальных его Сенситивных соседей Мы здесь приведем Два примера коллективного видения призрака Притом лиса Неизвестного видевшим Где теория заразительной галлюцинации Вследствие этого Неприменима Сообщение миссис Черлотта Скайер Я с братом ехала из Кельна В Флеминг Мы были в вагоне одни Когда вдруг мой брат Перед тем задремавший Сказал, что им обладело Весьма странное представление Как будто бы в вагоне Сидит еще кто-нибудь Напротив меня Меня поразило то же самое Представление раньше Чем он заговорил Несмотря на то, что я держала Ноги на противоположной скамейке Я была уверена, что там Кто-то сидит Хотя я бодрствовала И не видела ни малейшего признака Чьего-либо присутствия Это представление продолжалось Один только момент Но странно было совпадение Наших мыслей Впечатление Барклай-Скваер Факт случился на второй неделе Февраля 1884 года Я с сестрой был в Гайен-Новере Откуда обратным путем Ехал через Флеминг Мы сидели одни в вагоне Первого класса Я лицом, а она спиной к локомотиву В углах по диагонали Вечером, когда мы уже приближались к Флемингу Я дремал, или лучше сказать Находился в том полусонном состоянии В котором грезы сливаются Из действительности И вещественные предметы С картинами сна Из этого состояния Я внезапно проснулся Под сильным впечатлением Что какая-то фигура Сидит в углу вагона Напротив моей сестры То есть на другом конце Занятой мной скамейки Впечатление было Только моментальное Но до того яркое Что я совершенно проснулся Хотя призрак был Неопределенный и темный Как будто закутанный в плащ И черты лица Невозможно было отличить Я тотчас же сказал Про эту углуцинацию сестре На что она ответила Что с ней было то же самое Я намеренно заметил Что на скамейке На которой показалось явление Не было ни багажа Ни свертков Могущих при живом воображении Превратиться в подобный призрак Абитуриенты-двойники То есть умерших людей Из многочисленных примеров Появления двойников-абитуриентов Мы остановимся только на тех Которые могут иметь Тот или другой специальный интерес И которые в то же самое время Все в совокупности Дадут ясную картину Постепенности процесса образования И сложения в определенный образ Персонизм Степени их материальной консолидации И их динамический эффект Анимизм Наконец, самой цели Их телефонирование родным И близким В последнем уже Сказывается наличность В этих фантомах Индивидуального психического Или духовного Я И потому это уже доказывает В них спиритуализм Вот эти примеры Фантомы-абитуриентов Являющихся непосредственно Перципиентом О которых, по-видимому Умирающие думали И заботились В последние минуты жизни Но посторонние лица Не видят этих фантомов Сын видит образ матери Умершей скоропостижи На улице Он, хотя не узнал призрака Но совпадение моментов Появления фантома И наступления смерти Убеждает его в том Что это был призрак его матери Сообщение преподобного Роберта Би 18 декабря 1873 года Я поехал в Линкольншерн К родителям моей жены Оставив дома В Саутпорте Моих родителей Вполне здоровыми На другой день После приятной прогулки По местечку Я с женой играл в шахматы Но сделал несколько Очень глупых ошибок Глубокая меланхолия Овладела мной И мы бросили играть Около полвосьмого И моя жена Вдруг заметила Мне очень тоскливо Сегодня вешал Я пойду вниз К маме На несколько минут Скоро после ухода жены И я встал И пошел к двери Тут я простоял одну минуту Потом вышел на площадку Лестницы Тогда было ровно без десяти Минут восемь часов Я одну минуту простоял на площадке Когда вышла из соседней спальни И прошла мимо меня дама Которая судя по костюму Собралась выйти по какому-нибудь делу Я неясно видел ее лицо Фигура спустилась вниз По винтовой лестнице И в ту же минуту вернулась моя жена Так что она должна была пройти Совсем близко от незнакомки Которую она по всей вероятности Даже должна была задеть Я почти немедленно воскликнул Кто та дама С которой ты только что встретилась Никогда я не забуду ответа жены Я никого не встретила Сказала она Между тем Я ясно видел Как она прошла мимо жены Мы с женой спустились вниз Я рассказала происшедшей матери моей жены Она подтвердила Что во всем доме Кроме нас никого нет На завтра я получил телеграмму От сестры Юлии О внезапной смерти моей матери От порока сердца Это было ровно без 10 минут 8 часов вечера Она захворала на улице Так что ее перенесли В дом нашего соседа В магазин Смитсона В Генсбарау В нескольких шагах от нашего дома Призрак в точности Походил на мою мать В отношении роста одежды И вообще наружности Но все таки в тот момент Он не напомнил мне ее Не так было темно Чтобы я не узнал своей матери Если бы она в действительности В действительном теле Прошла мимо меня Призрак отца Является сыном моряку И долго остается с ним на палубе Сообщение Эдуарда Синкса Я расстался с моим отцом В страстную пятницу 30 марта 1877 года Он был в добром здоровье Нас прихватило ветром И мы вошли в гумбер Приготовили большой якорь Я стоял у колеса И водил судно Он, отец Подходил ко мне Раза три или четыре Ударял меня по плечу И говорил Берегись руля, Джо Это было обычное обращение отца Когда я у него учился Мореходному искусству Я сказал капитану Что отец утонул Или что-нибудь с ним случилось После остановки Когда я был на вахте Он ходил со мной вдоль и поперек Он оставался со мной на палубе Целый час И я не мог дольше выносить этого Тогда я спустился вниз И сказал товарищу Что не могу больше оставаться наверху Товарищ встал на мое место Я не мог говорить с отцом Что-то все мешало О его смерти я узнал через неделю Мать и сестра Бывшие при его смертном одре Говорили мне Что отец много раз спрашивал Не Впортили я Фантомы-вестники Говоря вообще Всякое появление Кому-либо двойника умирающего Как и появление прижизненных призраков Чаще всего происходит от того Что мысль агента в данный момент Занята личностью перципиента Само собой понятно Что идея призывания на помощь Или дать знать о своем несчастье Или желание попрощаться И вообще свидеться в последний раз Во всех этих критических моментах Являются преобладающей мыслью Которой может быть занят мозг абитуриента Но наивысшая степень Объективизация этих идей Должна признать Когда абитуриент Является своему корреспонденту Не только Самолично А перципиенс Одновременно с призраком Новоприставленного Воспринимает еще призраки его спутников Особенность данной группы Фантасмов Заключается в том Что вестники-спутники Не всегда на самом деле Реально присутствует у тела абитуриента И таким образом И призрак самого спутника Может быть пожалуй Продуктом работы мысли Того же абитуриента На что по нашему мнению Указывает тот факт Что сопровождающие агентов Спутники Обыкновенно оказываются Близкими ему родственниками Вот примеры этих Удивительных комбинаций Фантасмов со спутниками Сообщение госпожи Бесси Саундерс 10 января 1885 года К утру Я осознавала Что у меня У моей кровати Стоит женщина Одетая в серое платье И подает мне На руках ребенка Женщина горько Плакала и сказала А госпожа Саундерс Я в такой беде Я сейчас узнала Госпожу С.Р. Симур Которая находилась В Новой Зеландии И только что Хотела ее спросить Что с ней Когда меня разбудил муж Почему я так беспокоилась Внезапно проснулся И увидел Что я сижу на постели Наклонившись вперед Я взволнованно Сказала ему Что видела Очень печальный сон Фанни Гудель Девичья фамилия Симур Стояла тут Совсем близко ко мне И с отчаянием Держала на руках Ребенка Но я не могу сказать Чего ей было нужно Это было Так реально Что я почти Осязала ее Но тут Ты разбудил меня 12 марта Я узнала Что у Фани Действительно Умерла ее Маленькая Дотти Призрак живой дочери И сопровождает Свою умершую мать Перципиентом Оказалась Внучка умершей И дождь живой Сообщение Кэти Роджерс В 1878 году Я гостила В Комбруке Букингемшайр И однажды Вечером Когда я ложилась И вполне еще Бодрствовала Мне вдруг показалось Как будто Кто-то в комнате Я поднялась В кровати Чтобы посмотреть Кто там И увидала Мою бабушку В клетчатом плаще Который она Обыкновенно носила Опирающуюся На руку Моей матери Я оглянулась В комнате Не было ли Явления вызвано Рефлексом Зеркал И пока я смотрела Оба призрака Тихо обошли Комнату И потом исчезли Впоследствии Я узнала Что моя бабушка Умерла в Лондоне Около того времени Когда я В Букин Гем Шаре Вилы Явление Фантасмы Призраки Умерших Троекратное В один день Видение Призрака Человека Умершего В тот же день Между первым Последним видением Прошло около Девяти часов Сообщение Марии Уэллис В сентябре Девятнадцатого Тысяча восемьсот Семьдесят восьмого Года Когда я жила В Йорктауне Я три раза В один день Совершенно ясно Видел Одного старого Знакомого Господина Джемса Стефенсона Который Как мы узнали На завтра Умер в тот день В Эверслее За пять Миль от меня В первый раз Это случилось Около Десяти с половиной Часов утра А в последний Около шести вечера Когда я встала Из-за стола После чая Когда я об этом Видении Об этих Рассказывала Мужу Одному знакомому С воине Я знала Что он болен Но не подозревала Что он так близок К смерти Фантаст Много представлен Наивившийся Своей подруге Около Полчаса После смерти Констатированный Врачом Последний Возвратившись От умершего Наблюдал Персыпиенку Во время Самой беседы С невидимым Им фантастом Сообщение Госпожи Стелла Когда мне Было около Пятнадцати лет Я гостила У доктора И.Г. В Твайфорде И очень Подружилась С его Двоюродным Братом Семнадцатилетним Мальчиком Однажды Ночью Попросил Г. К двоюродному Брату Попросили Который Вдруг Захворал Воспалением Легких Бедный Юноша Скончался В следующую Ночь Мне Мне не говорили Что он Так болен И я Опасности Не подозревала И нисколько Не беспокоилась Вечер Его смерти Гэс Сестрой Пошли К своей Тете А я Одна Осталась В гостиной Огонь В камине Горел Ясно И как Все Молодые Девушки Я любила Сидеть У камина И заниматься Чтением Так как Мне одной Было Скучно То я Заинтересовалась Чтением Книги Мистер Вердант Грин И от души Смеялась Над какой-то Остротой Как вдруг Дверь Отворилась И Берти Мой друг Вошел Он Прошел По комнате К стене Напротив Камина И сел Я Скочила Чтобы Пододвинуть Ему Кресло К огню Так как Мне казалось Что ему Холодно И на нем Не было Верхнего Платья Снег Шел И я Стала Бронить Его Что он Не надел Шинели Он Ничего Не сказал Но подвел Руку К груди И покачал Головою Я в этом Видела Знак Что у него От простуды Болит грудь И что Она Хрип Чему Был Подвержен И так Я снова Упрекнула Его В неосторожности Начала Зажигать Свечи Пока Я говорила Г Вошел И спросил Меня С кем Я говорю Вот С этим Несносным Мальчиком Сказала Я Который Пришел Без шинели Несмотря На то Что Так Сильно Простудился Одолжите Ему Пальто И пошлите Его Домой Я Никогда Не забуду Ужаса И удивление Доктора Которому Было Известно Что Бедный Юноша Умер Полчаса Тому Назад Доктор После Кончины Племянника Оставался При нем Минут Двадцать Да Около Полчаса Должно Быть Было Пойти На ходьбу От дома Берти Сначала Он подумал Что Я уже Все Знаю И Сошла С ума Он Меня Вывел Из комнаты И Несколько Минут Мы Разговаривали Не Понимая Друг Друга А Потом Только Он Объяснил Мне Что Со Мной Была Оптическая Галлюцинация Посещение Духом Умершей Через Полгода После Смерти Перципиентом Самого Фантасма Был Четырехлетний Спящий Сын Умерший Но Световой Фотосфен От этого Призрака Был В то же Самое Время Наблюдаем Проснувшимся И бодрствовавшим Воспитателем Сир Последний К тому же Без слов Уразумел Целую Фразу Произнесенную Фантомом Некто Умер В 1875 Году Оставив Жену И шестерых Детей Троих Из них Старших Приняли В приют Через Три года Умерла И вдова Тогда Поместили В приют И остальных Детей Младшему Было 4 года Однажды Приблизительно Через Полгода После Поступления Детей Поздно Вечером Явилось Неожиданно Несколько Посетителей Смотритель Согласился Поместиться В спальне Малолетних Где было 10 кроватей Из них 9 занятых Утром За завтраком Смотритель Преподобный Жеп Рассказал Следующее Я Заснул Приблизительно В 11 часов И спал Очень крепко И сирот В обыкновенном Освещении Лунной ночи Велось Цветовое Облачко В виде Кольца Из лунного Света Я сел На постель Желая Лучше Рассмотреть Странное Явление И взяв Часы Заметил Что стрелки Показывали Без пяти Минут Час Все было Спокойно Дети Крепко Спали Мне пришла Мысль Встать И потрогать Это вещество Но меня Удержала Какая-то Невидимая Сила Я не услышал А почувствовал И вполне Уразумел Следующие слова Лежите С вами Не будет Ничего Худого Я точность Исполнил Это Вскоре Заснул И встал В полшестого В обыкновенное Время В шесть часов Я занялся Одеванием Детей Когда очередь Дошла до самого Младшего Я разбудил Его Посадил К себе На колени И начал Одевать Вдруг Ребенок Только что Разговаривавши С другими Замолк Затем Глядя на меня С особенным Выражением Он сказал А господин Джеп В эту ночь Ко мне Приходила Моя мать Вы видели Ее Мальчик Никогда Более Не говорил Об этом Психическая Причина Порождения Двойников На основании Многочисленных Данных Полученных Нами Путем Опыта И наблюдения Мы имеем Полное право Заключить Что независимо От личной Субъективной Восприимчивости К явлениям Видимых Призраков Необходимо Еще известное Психическое Соотношение Как бы Связующее Лицо Видящее Призрак С тем Лицом Призрак Которого И является В данную Минуту Появление Призрака Двойника Непроизвольное Обуславливается Сильным Желанием Со стороны Являющегося Лица Напряженной Заботой Об отсутствующем Глубокой Тоской По нем А появление Двойника Произвольное То есть В зависимости От воли Проявляющегося Лица Бывает Результатом Ясно Созревшего В нем Желания По-видимому Всякое Сильное Напряжение Воли Хотя бы Оно происходило Не только Помимо Сознания А иногда Даже и Против Воли Появляющегося Лица Может Выразиться Появлением Его Двойника Подобный Случай Произошел Во время Одного Судебного Процесса В городе Глазка В Великобритании Причем Двойник Мог бы Послужить К открытию Преступника Если бы Юристы Имели Какое-нибудь Понятие О такого Рода Явления Ученик Местного Хирурга Находился В близких Отношениях С одной Служанкой Которая В один Прекрасный День Неожиданно Исчезла Однако Немалейшая Тень Подозрений В ее Исчезновение Не коснулась Упомянутого Ученика Через Несколько Времени Утренний Патруль Нашел Ученика За городом Лежащим В траве Зная Его Хорошо В лицо Солдаты Спросили Почему Он Не в церкви На что Тот Ответил Я Несчастный Человек Посмотрите В воду Не Расспрашивая Боли Они Подошли К Близлежащему Пруду И Видали Там Всплывший Труп Женщины Которые Отнесли В город В эту Самую Минуту Из церкви Выходили Молящиеся Между Ними Упомянутый Ученик Следовательно Патруль Видел Лишь Дворяняка Его Найденный Труп При следствии Хирургическим Инструментом Молодой Человек На основании Сделанного Им Самим Признания Патрулю Был арестован И подвергнут Допросу А однако Это признание Его не было Принято судом За доказанное На основании Свидетельства Что он Находился В церкви От начала Службы До самого Конца И на основании Этого Свидетельства Судьи В юридических Книгах Которых Не говорится Ни слова О трансцендентальном Психических Явлениях Признали Убийцу Невиновным Многие Пожалуй Усомнятся В подлинности Рассказанного Нами Случая На том Основании Что само Осуждение Выходило Из уст Призрака Но мы К этому Находим Два Объяснения Неоднократно Было Замечено Что Душе Труднее Видимо Проявлять Себя В форме Мысленной Чем В пластическом Образе Например Двойника Такое же Проявление Ее часто Принимает Сомномбулический Характер Причем Самообвинение Соответствует Разговору Человека Во сне И в явлениях Сомномбулизма Нередко Ясно Выражается Антагонизм Между нашими Чувственным И Трансцендентальным Сознанием Происходящие От различия Сфер Присущих Этим Двум Сторонам Нашего Существа Поэтому В данном Случае Скорее Можно допустить Что Самообвинение Это Совершается В силу Сознательного Трансцендентального Намерения Сомномбулы Почти Единогласно Утвердает Что Если В низшей Степени Своего Магнетического Состояния Они Способны Подчиняться Человеческим Слабостям То В высшей Степени Они Совершенно Не Способны Произвести Какую Бо То Ни Было Ложь